здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня наш собеседник российский экономист политик общественный деятель а старший научный сотрудник института каттона в вашингтоне кандидат экономических наук андрей илларионов андрей николаевич добрый день добрый день андрей николаевич во первых спасибо что вы согласились с нами побеседовать и тогда я сразу как бы первым вопрос а 3 ноября в америке прошли президентские выборы что они были странные это так мягко сказано говорится я не хочу уточнять вдаваться в подробности а если сейчас идут все суды идут там пересчеты где-то пересчета где-то не пересчет если вдруг представить да хотя мне в это этого бы не хотелось что джо байден станет президентом сша как вы думаете будет ли перезагрузка американских отношений с россией и вообще какая на ваш взгляд у него будет экономическая программа в отношении всей страны во-первых действительно мы пока еще не знаем кто будет президентом соединенных штатов америки в течение следующих четырех лет поскольку во-первых идет досчет голосов в одних штатах пересчет других идут судебные расследования с германии арестованное оборудование фирмы dominion voting system которая представила аппаратуру для подсчета голосов избирателей выяснилось что какие-то голоса по некоторым утверждениям чуть ли не до трех миллионов этих голосов были посчитаны неверно благодаря скажем так или из-за действия этой системы но это в общем такой процесс который должен пройти а мы должны терпеливо дождаться результатов мы должны дождаться результатов голосования коллеги выборщиков которые сейчас еще пока полностью не определено как бы то ни было у нас есть два варианта два варианта с потенциальными кандидатами с потенциальными президентами на следующие четыре года один действующий президент другой бывший вице-президент в администрации обама джо байден и у нас есть возможность сделать некоторые предположения о том какой могла бы быть политика в том политика администрации соединенных штатов америки в том случае если она будет возглавляться либо одним гражданином либо другим гражданином случае господина байдена что мы знаем про господина байдена в частности по вопросу его возможной внешней политики вы спросили мне об этом прежде всего или политики внешней политики по отношению к нынешней россии к путину возможно ли перезагрузка ну прямо скажем вот например в 2009 году когда началась началась день началась деятельность администрации обамы вице-президентом который был собственно господин байден собственно она началась именно именно с этого перезагрузки тогда собственно госпожа клинтон которая была государственным секретарем по естественной инициативе президента обамы естественно согласие согласование с вице-президентом обамы передала знаменитый этот самый ключик так сказать перезагрузки перегрузки и в результате этого через буквально не прошло еще и полгода с момента российской точнее сказать кремлевской путинской агрессии против грузии в ходе которой 20 процентов территории грузии было оккупировано российскими войсками а затем были провозглашены на оккупированной территории так называемые народной республики южной осетии абхазии вот несмотря на это несмотря на бурю вот негодование взрыв возмущения во всем мире и европе и соединенных штатах америки господин обама господин байден госпожа клинтон объявили все это не существующим неважным и объявили перезагрузка установление новых добрых хороших интересных отношений а с той россии стоит с тем кремлем который оккупировал напал на соседнюю страну в нарушение всех законов в нарушение устава организации объединенных наций оккупировал территории и стал делать политику исходя из предположения что якобы ничего никакой агрессии не было это вот один пример того что чем занимался не гипотетически а практически занимался господин байден в рядах администрации господина обамы если мы возьмем историю господина байдена более широко за те почти четыре десятилетия какие он провел в сенате соединенных штатов америки то мы помним что в 70 80 годы он один из очень немногих американских сенаторов регулярно приезжал в москву в кремле как мы знаем встречался с господином грамм и к на сайте владимира буковского в его архиве буковского опубликованы документы в которых четко видно что политбюро цк кпсс принимала специальное решение для того чтобы отдельно встречать делегацию американский сенатор возглавляемым господином байденом байдену предоставлялись важным можности проживанию и поездкам по территории советского союза предоставлялись возможности для высказывания его точки зрения советских средствах массовой информации и обратим на это особое внимание как исключительная честь предоставленная господину байдену ему была предоставлена возможность для встреч с высшим советским руководством включая господина грамм и к а надо прямо сказать что такой чести среди американских сенаторов и доставился только один еще гражданин тэдди кеннеди эдвард кеннеди и господин байден но что касается господина кеннеди все хорошо известно он давно работал на советский союз на советские поддерживаю специальные отношения советскими спецслужбами и так далее по поводу господина байдена известно что вот его очень тепло и очень особо очень специально встречали в советском союзе и понятно что это не могло происходить только по какому-либо решению цккпсс это для этого для того чтобы это произошло комитет государственной безопасности сср предоставлял специальную справку специальное пухлое досье почему с его точки зрения с точки зрения кгб господин байден достоин такого особого отношения мы можем продолжать другие примеры например известно отношение господина байдена по отношению курдом на территории вот сирии когда велась борьба против исламского государства как известно курды являлись основной силой которая победила исламское государство именно силой с точки зрения физической людей находившихся на территории соединенных штатов и другие страны коалиции предоставляли технику предоставляли авиацию предоставляли технические военные средства но пехотой на земле были прежде всего конечно курды и вот тот самый момент когда курды выполнил основную работу по подавлению исламского государства по подавлению этих исламистских боевиков естественно они попытались защитить места свое проживание в частности например анклав африн на территории сирии привыкающие к территории турции господин байден специально летал в турцию для того чтобы поддержать тамошнего авторитарного лидера господина ярдогана и оттуда именно с территории турции заявил о неприемлемости для курдов имеет свою автономию и иметь в том числе вот этот самый анклав в африне в котором курды жили я не знаю несколько сот лет если не больше этот анклав был занят турецкими войсками а курды в общем значительной степени стали беженцами на этой территории то есть представление о том какой будет внешняя политика господины господина байдена у нас в общем есть достаточно хорошее представление ну и конечно ударная вишенка в этом торте это отношение господина байдена к украине с 2014 года с 2014 года когда началась агрессия кремля и путина против украины когда российские войска распространились по территории крыма оккупировали его затем россия аннексировала крымский полуостров администрация обамы байдена сделал несколько заявлений и не публичных и публичных запрещавших украинским властям сопротивляться требовала от украинских властей не оказывать какой бы силового сопротивления об этом неоднократно говорила руководство украины включая прежде всего исполнявшего обязанности президента украины турчинова и когда украинцы ошеломленный тем что произошло с ними как со стороны кремля так и со стороны называвших в качестве своего в качестве их союзника соединенных штатов америки все-таки попросили летальное оружие для того чтобы защищаться от танковых полчищ которые напали на украину на востоке страны господин обама много раз и господин байден это администрация обама байдена много раз обещали это летальное оружие никогда этого оружия не дали и в течение почти трех лет в течение которых продолжалась эта агрессия а в вашингтоне находилась обама и байден летальное оружие украине так и не было представлено таким образом у нас есть достаточно полное представление о том какой какими были взгляды каким было мировоззрение каким было какими были действия господина байдена 40-50 лет тому назад когда он специально дружил советскими лидерами каким какими являются его действия сегодня когда он оказывал индивидуально и в качестве администрации обама поддержку реал реальную поддержку агрессору в войне против грузии агрессору войне против украины и агрессору войне против курдов андрей николаевич давайте мы перелетим немножко из сша в россию и хотел бы задать вам такой вот вопрос 20 лет назад вы приняли приглашение нового президента россии владимира путина работать в его команде а вопрос такой первые что в его характере в характере нового президента вам нравилось и вы принимали соответствующее решение а что вызывало сомнения в результате все равно вы работали в этой команде и по прошествию лет 20 примерно лет не жалеете ли вы что все-таки приняли тогда это приглашение а вы правы действительно 20 лет тому назад сейчас уже наружу 20 почти 21 год тому назад когда в кремле оказался владимир путин я действительно получил приглашение быть его советником по экономическим вопросам это решение далось мне непросто господин путин приглашал меня трижды первый раз я ответил отказом во второй раз я ответил отказом только с третьего раза я согласился на его приглашение какие аргументы рассматривал я тогда за и против этого решения против самого начала самого начала как появился путин на политическом горизонте россии когда он стал заметен и когда он стал играть какую-то роль этом когда тогда когда он стал исполняющим обязанности а потом и действующим премьер-министром страны с августа 1999 года но я собственно об этом уже неоднократно писал договорил тогда сразу же атмосфера в стране сразу она изменилась запахло серым или запахло там не знаю серый а вот сразу почувствовался приход людей с кгб можно сказать фсб фска из комитета глубокого бурения или там службы безопасны и так далее сразу почувствовалось каким бы ни был несовершенным борис ельцин какие бы ошибки он не совершал какие бы у него не были шараха не в его политике в его подходах тем не менее это был совершенно другой человека была совершенно другая политика здесь сразу почувствовалось что пришел даже не один человек а пришла такая вот потом как нас стало ясно пришла к власти корпорации спецслужб и для меня было это очень неприятно и тяжелое вот понимание того что в власти стране пришли такие люди затем когда носились наши контакты когда путин приглашал меня разговаривать с ним и обсуждать что необходимо делать меня поразило поразил для несколько вещей поразило то насколько внимательно он относится к тому что ему говорят насколько он понимает то что он может понять а если он не понимает насколько он старается это понять насколько старается понять позицию собеседника а поскольку к этому времени довольно много времени уже провел почти там 10 лет либо в российской власти либо работы с разными людьми которые были в российской власти из премьер-министрами лица примерами министрами я прямо скажу что такого человека который так внимательно относился к человеку который сидит напротив него я не встречал это действительно было путин действительно старался понять какую экономическую политику необходимо проводить для того чтобы остановить экономический кризис остановить сокращение производства падение всех показателей для того чтобы восстановить развернуть ситуацию начать экономический рост или продолжать этот экономический рост и это не буду скрывать это производила впечатление тогда этом и сейчас по прошествии более чем 20 лет я хочу сказать по-прежнему что такого человека в органах власти как россии так и за пределами россии за пределами россии еще одного такого человека после этого встретил который еще более внимательно к этому относился это михаил сакашвили ну и другая история но вот тогда это действительно производила впечатление потому что я работал с такими людьми как например егор гайдар анатолий чубайс виктор черномердин ну и так далее ну ничего близкого к тому внимание уровню компетенции желанию понять и желанию действовать в правильном направлении ни одного из этих граждан не было ну еще могу назвать там не знаю герман греф алексей кудрин ну просто эти все люди вместе взяты они несопоставимы и вместе взяты и каждый из них по отдельности несопоставимы были папой по желанию понять что нужно делать и как я уже сказал после того как дважды я давал отказы на эти предложения когда поступило третье предложение и уже имея за плечами почти двухмесячный опыт общения с тем же самым путиным и зная уже немного знаю о том как он себя ведет что его интересует и как он реагирует я принял для себя решение что можно попробовать посмотреть но вот может быть выпала такая странная карта для не только самого меня сколько для страны что невозможно возобновать прекратить экономический кризис и начать экономический рост не так называемые либеральными реформаторами которые только загнали страну в экономический кризис а может быть это удастся сделать с этим человеком у которого прошлого в комитете государственной безопасности но сейчас он является избранным президентом россии и как происходит впечатление нацелен на вот выход из экономического кризиса я поэтому для себя принял решение пожалуй до конца года до конца двухтысячного года можно будет поработать посмотреть действительно ли я прав не ошибаюсь ли я действительно с этим человеком можно работать поэтому я принял это приглашение стали работать и для меня было в общем немалым удивлением что практически все предложения какие я делал в области экономической политики путиным были приняты причем никогда не были приняты вопреки мнению всего остального кабинета всего остального окружении премьер-министр к сянова министр финансов кудрина министра экономического развития грифа председателя руководителя центрального банка гераченко и это те решения которые способствовали прекращения экономического кризиса, возобновления экономического роста и повышения темпов экономического роста до 7-8% ежегодно, что в общем в экономической сфере воспринимается как состояние, которое получило название экономического бума. Ну и в общем для любого человека, тем более для экономиста, это важно, когда ты можешь внести небольшой вклад в благосостоянии своих граждан и вместо экономического кризиса помочь создать ситуацию экономического роста. Андрей Николаевич, если наблюдать за политической ситуацией, экономической ситуацией в России, есть ли у России предрасположенность к распаду, как вы думаете? Тут надо иметь в виду, что понимаете под словом распад. Думаю, что территории, которые населены преимущественно этническим русским населением, эти территории вряд ли будут подвержены распаду. Если говорить о территориях, населенных другими народами, в том числе народами в культурном цивилизационном отношении, отличающихся от русских довольно значительно, скажем, прежде всего, народы, преимущественно исповедующих ислам, то такова вероятность далеко не нулевая. И с точки зрения успешности российского национального проекта я не убежден, что отделение тех или иных территорий было бы несчастьем или неудачей для России. Дело в том, что за последние два или три столетия человеческого развития, развития во всем мире, мы уже четко пришли к пониманию того, что некоторые народы друг с другом рядом жить не могут. Ну вот сейчас мы видим, например, на наших глазах происходит, вот произошла только что вторая Карабахская война, происходит сейчас занятие одних территорий одними войсками, азербайджанскими войсками, вывод армянских войск из Карабаха. И совершенно четко и ясно понятно, что два представителя этих двух народов в подавляющем большинстве, не будем считать какие-то исключения, в подавляющем большинстве своем, жить в одном и том же, на одной и той же территории, под одной и той же государственной крышей не могут. Азербайджанцы не могут жить на территории Армении под контролем армянских властей, армяне не могут жить на территории под главенством азербайджанских властей. И это понятно, потому что в истории обоих народов очень жива память о геноцидах, ну прежде всего геноциде армянского народа неоднократно, об этнических чистках, которые происходили друг по отношению к другу. Эту память никуда не деть. И в этом смысле задача, как мне кажется, не только этих двух народов, не только этих двух государств, но и мирового сообщества, понимая это, создать благоприятные условия для жизни и безопасного развития обществ, каждого общества, и армянского, и азербайджанское общества, не минимизируя потенциальные столкновения, конфликты и войны между двумя обществами. Так что и что касается России, в России тоже есть народы, которые хотя и оказались под одной государственной крышей, но которым возможно, а некоторым точно лучше жить раздельно. Андрей Николаевич, мы сейчас уйдем на короткую рекламу и через пару минут вернемся и продолжим нашу беседу. Спасибо. Мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции «Народная волна Чикаго». Ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы беседуем с российским политиком, экономистом, общественным деятелем Андреем Николаевичем Иларионовым. Андрей Николаевич, алло. Да, 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 я слушаю вас. Да, Андрей Николаевич, в одном из интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кстати, который тоже был гостем нашей передачи, вы сказали, что заменить Путина может только Сергей Нарышкин. Не могли бы вы повторить почему и охарактеризовать вообще вот этого вот политика и государственного деятеля России? С вашего позволения, я немножко поправлю вас, сказав, что именно я говорил, когда мне задавали вопрос, кто является наиболее вероятным наследником, преемником Владимира Путина. Вот, отвечая на этот вопрос, я говорил о том, что, на мой взгляд, наиболее вероятным преемником Путина, в случае того, что с Путиным что-то происходит, или он уходит, или с ним что-то произошло, и тогда корпорация, спецслужб, которая находится у власти в России, принимает решение, кого бы то ни было выставить на замену. Мне кажется, что наилучшие шансы есть у Нарышкина. Он, естественно, является не единственным подобным кандидатом, но шансы у него, на мой взгляд, выше. Почему у него выше? Во-первых, почему он? Потому что, прежде всего, он является членом этой корпорации, высокопоставленным членом этой корпорации. Он знаком и с Путиным, и с другими наиболее важными членами группы, которые находятся у власти, очень давно, не менее трех десятков лет. За это время он прошел впечатляющий путь и был на постах практически во всех ветвях власти. Он был на посту руководителя администрации президента, он был на посту председателя Государственной Думы, он находится сейчас на посту руководителя службы внешней разведки. В отличие от всех предшествующих руководителей службы внешней разведки, какие, заняв этот пост, набирали воды в рот и не комментировали никогда никакие события. Но, в принципе, это такая некая особенность, особенность этой позиции, заключающейся в том, что руководитель спецслужбы, занимающийся разведкой, по крайней мере, в тот момент, когда он является таким руководителем, молчит. Мы, как люди гражданские, не вовлеченные в эти разведывательные шпионские истории, мы до конца не знаем всех правил и всех алгоритмов их деятельности, но мы обратили внимание на то, что люди, которые оказываются на этом посту, они молчат, и некоторые из них даже, о некоторых из них неизвестно ничего, иногда даже портретов их найти очень трудно или иногда даже невозможно. Но с Нарышкиным, понятно, это не происходит, потому что его уже знали, но дело в том, что, став руководителем этой службы, он не только не молчит, он говорит, он говорит регулярно, он высказывается по разным вопросам, иногда даже вопросам, которые не имеют никакого отношения к деятельности службы внешней разведки, из чего любой человек, естественно, сделает вывод, что позиция даже сегодня, позиция Нарышкина, это не сугубо техническая, не сугубо военная или разведывательная, а политическая. Причем он занимается вот этими комментариями для того, чтобы не только не уменьшать, а наращивать так называемый политический капитал, который может оказаться полезным или необходимым для того, чтобы тогда, когда в это возникнет потребность. Надо сказать, что у Нарышкина есть достаточно серьезный плюс. За ним лично нет каких-либо заметных публичных провалов. Ну, того, что, по крайней мере, эта корпорация спецслужб называет провалами или считает провалами. С ним не связан ни один какой-либо крупный скандал политический, коррупционный или какой-то еще иной. Как это удалось, почему это удалось, непонятно, но тем не менее, факт остается фактом. Ну и плюс к этому, поскольку на всех этих постах, на которых я назвал и на других, на которых он был, он, естественно, находился в согласии, не просто согласии, а по поручению, по указаниям, по распоряжениям Путина, то ясно, что между ним и Путиным существует очень высокий уровень доверия. И разрешение на комментировать те или иные события в политической области, во внешнеполитической области, руководителю службы внешней разведки, такое разрешение мог дать только Путин. Поэтому видим, что позиция Нарышкина является исключительной по отношению и к другим его коллегам по корпорации спецслужб и по тому месту, которое он занимает сейчас. И по тому опыту, который он накопил за вот эти годы, в течение которых он находится во власти. Андрей Николаевич, постсоветские республики все живут по-разному в экономическом смысле. На ваш взгляд, как экономиста, а какая из этих республик, которые входили в Советский Союз, экономически устойчива и у этой республики есть потенциал к росту? На самом деле, потенциал к росту есть у всех республик, без исключения. В этом нет сомнения. Каждая республика, каждое государство, каждое общество и каждый народ имеет шанс на успешное экономическое развитие. Но вот за последние почти 30 лет, какие прошли после распада Советского Союза, в течение которых каждая из этих республик имела возможность развиваться самостоятельно, мы можем точно сказать, где, в каких этих республиках эти 30 лет оказались наиболее успешными. У нас здесь вне конкуренции будут, конечно, три Балтийские республики. Прежде всего, Эстония, Литва и Латвия. Вот эти три республики, конечно, выделяются, прежде всего. Если мы не говорим... Ну, с Балтийским республиками, в общем, понятно, поскольку они лучше всего были готовы к независимости. У них в истории, относительно недавней, между двумя мировыми войнами, был период независимого состояния, независимости, и поэтому для них отчасти было легче восстановить независимость, чем строить ее с нуля, потому что люди знали, что нужно делать, как нужно делать. Многие институты, в том числе и законодательство, как в каком-то степени уже существовало. Ну и плюс, конечно, сделав основную домашнюю работу, они относительно быстро смогли вступить и в Европейский союз, и в НАТО. И это оба фактора, которые, безусловно, способствуют успешному экономическому развитию. Если мы отложим сейчас сторону Три Балтийской республики и посмотрим на остальную часть бывшего Советского Союза, какие из этих республик имели наиболее успешное экономическое развитие. Здесь выделяется тогда следующая группа стран, на территории которых были открыты либо еще в советское время, либо уже в период независимости крупные источники энергоносителей. И эти страны, которые получили большой поток энергоресурсов, смогли, правда, в разной степени воспользоваться этим потоком богатства для того, чтобы и повысить в Бакстане своих граждан, и создать новые институты, построить государство и продолжать развиваться. На первом месте, с моей точки зрения, стоит Казахстан, который на редкость удачно проводил экономическую политику по меньшей мере середины 90-х годов. И создал достаточно успешный пример экономического развития. Сейчас по воловому внутреннему продукту на душу населения Казахстан превышает Россию. Если бы кто-то сказал об этом, о том, что такое может быть 30 лет тому назад, наверное, никто бы не поверил. Но вот факт остается фактом. В России у власти находятся представители корпораций спецслужб. В Казахстане большей части этого времени находился представитель бывшей первой секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Несмотря на свой бэкграунд, хотя до этого, как он стал коммунистическим лидером, он занимал разные посты, был премьер-министром Казахстана и имел отношение к казахстанской металлургии, оказалось, что, в общем, его подход оказался одним из наиболее разумных. Конечно, Казахстан не является демократией, это автократия. И Назарбаев был авторитарным лидером. По-моему, шесть раз избирался, в кавычках, на пост руководителя страны, тем не менее, надо отдать должное качеству экономической политики, которую различные казахстанские правительства при Назарбаеве проводили и создали вот это казахстанское экономическое чудо. Относительно успешным было развитие в этой же группе Азербайджана, который тоже получил огромный приток валюты, благодаря разработке новых месторождений в 90-е годы и уже в последние 20 лет. В отдельные годы прирост ВВП Казахстана составлял 17-18%. Надо сказать, что полученные средства были использованы по разным направлениям, но в том числе и на создание новых вооруженных сил, армии Азербайджана. И не случайно, что сейчас по результатам Второй Карабахской войны практически все обозреватели единодушны в том, что Азербайджан построил армию 21 века. Армии, которой ничего подобного не было не только, и нет не только у Армении, но и у России. Тоже надо иметь в виду. В Туркменистане, другой стране, в стране с богатой углеводородами, основная часть доходов, насколько можно понять, пошла на личное потребление вначале одного лидера, потом другого лидера, на украшение и создание одного из наиболее жестких авторитарных, реально тоталитарных режимов по уровню тоталитарности, находящихся на той же ступеньке, что и Северная Корея. Поэтому с точки зрения доходов Туркменистан действительно находится в том же ряду, но с точки зрения уничтожения базовых политических и гражданских свобод, они добились рекорда, который поставил их рядом Северной Кореи. Если же мы берем не балтийские страны, не страны, богатые углеводородами, а страны оставшиеся, опять-таки, на территории бывшего Советского Союза, то наиболее успешной экономическое, политическое и гражданское развитие было в Грузии. И это связано, конечно, прежде всего с деятельностью бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и той группы реформаторов, которые находились во власти в Грузии почти 10 лет. И прежде всего с деятельностью Кахи Автандиловича Гендукидзо, который был министром экономического развития и потом занимал разные другие позиции в правительствах Грузии, но благодаря именно его реформам, либертарианским реформам, Грузия имела высочайшие темпы экономического роста, наблюдался экономический бум. Грузия относительно успешно, просто несопоставимо более успешно, например, чем Украина прошла период войны с Россией, когда Россия совершила агрессию против Грузии и когда во всем мире происходил мировой экономический кризис. В Грузии было несколько лишь кварталов с отрицательными темпами экономического роста и быстрый экономический рост, который до войны, до агрессии Кремля против Грузии достигал 12% ежегодно. Ну, на этот уровень он не вышел, но затем все равно продолжался на уровне 6-7% даже после войны. Поэтому вот я бы сказал, на первом месте я бы поставил из стран, у которых не было объективных благоприятных условий, то есть, например, Балтия с одной стороны или богатство углеводородами с другой стороны, то на первом месте, конечно, стоит Грузия. Андрей Николаевич, еще раз хотел бы вернуться к одной персоне, это Алексей Кудрин, недавно отметивший 60-летие. Мне хотелось бы, чтобы, может, он ваш бывший коллега, как бы вы его описали? Это свой среди чужих или чужой среди своих? Я так сказал бы, Алексей Кудрин способный человек. Способный и в той сфере, в какой он посвятил жизни, экономической сфере, в сфере финансовой. Проблема заключается в том, что Алексей ради того, чтобы оставаться во власти или при власти, пошел на сделку с совестью. Если у него такая была, значит, он пошел на сделку с этой совестью и пошел на сделку с теми представлениями, может быть, некоторые наблюдатели полагают, что вот у него такие взгляды были, и продолжал деятельность, продолжается сейчас деятельность на очень высоком посту руководителя счетной палаты, а в течение длительного времени на посту министра финансов и очень доверенно близкого человека к Владимиру Путину, совершал действие, продолжает совершать действие, либо открыто закрывая глаза, то есть он прекрасно понимает, что он делает, он прекрасно понимает, что происходит в мире, он прекрасно понимает, что происходит внутри страны, но он предпочитает делать вид, что он этого не видит, предпочитает делать вид, что основная ситуация вызывается правильно или для этого не требуется ни его вмешательства, ни его реакции на это. и, на мой взгляд, он для самого себя решил, что ему необходимо досидеть как можно дольше с тем, чтобы воспользоваться шансом, который, как мне кажется, намеками, а может быть и не только намеками, ему давал и дает Владимир Путин относительно возможности занятия им, Алексеем Кудрином, какого-то очень важного поста в будущем, и поэтому он принял для себя решение, как это называется, наступить на горло собственной песни для того, чтобы терпеливо дождаться того момента, когда он сможет занять этот тот пост, о котором ему намекнули или который ему пообещали, пообещал Владимир Путин. На самом деле, еще в 2011 году было ясно, что этот пост, пост, по крайней мере, премьер-министра, ему обещал Путин, и когда Путин вместо того, чтобы назначить на этот пост Кудрина, назначил Медведева, для Алексея Кудрина это был очень болезненный удар. Он этого не ожидал, и он поэтому подал в отставку с поста министра финансов, выражая свое несогласие с тем обещанием, которое, судя по всему, дал ему Путин, но которое Путин по отношению к нему не выполнил. Прошло некоторое время, он побыл за пределами государственной власти, он понял, насколько он ограничен в полномочиях, в ресурсах, возможностях, и, честно говоря, привык к власти. Власти очень такая, очень такая заразная привычка, тот, кто оказывается во власти, очень трудно отказаться от нее, и он предпочел вернуться на любую позицию, причем на позицию даже ту, о которой не думал, не мечтал, это не пост премьер-министра, это не пост руководителя Центрального банка, какой ему тоже предлагался тогда, он пошел на пост даже руководителя счетной палаты, опять-таки в надежде на то, что в какой-то момент карта повернется или жизнь повернется каким-то новым боком, и он сможет вернуться на ту позицию, о какой он мечтал в течение уже значительной части своей жизни. Андрей Николаевич, в Белоруссии довольно драматические события продолжаются уже который месяц. Александр Лукашенко с каким-то садистским удовольствием продолжает, как говорится, уничтожать свой народ, избивать и так далее. Как вы думаете, как долго этот персонаж будет оставаться во главе Беларуси, на ваш взгляд, долго ли ему осталось? Вы прежде всего правы в оценке этого лица, это действительно садист, в самом прямом смысле этого слова. Конечно, доктора, психологи, психиатры дадут более точное определение того психического заболевания и психического расстройства личности, которое характеризует его, но совершенно ясно, что у него болезненная страсть к причинению боли другим людям и желание и причинять эту боль и совершать преступления по отношению к своим собственным гражданам. Как долго это будет продолжаться? Это будет продолжаться ровно до тех пор, пока господин Лукашенко находится в руководстве Беларуси, пока он занимает этот незаконный пост после того, как он проиграл выборы 9 августа этого года. Каким образом он может оттуда уйти? Он может уйти оттуда несколькими способами. Он может уйти оттуда в результате переворота, который теоретически, это все теоретически возможно, может осуществить белорусская элита, можно обсуждать, какова вероятность этого. Он может уйти в результате переворота, который совершит Кремль в Беларуси для того, чтобы убрать Лукашенко и поставить своего ставленника. Он может уйти в результате несчастного случая, от которого не застрахован никто, включая и лицо, являющееся руководителем государства. Он может уйти в результате народного восстания, революции, применения восставшим белорусским народом сопротивления по отношению к режиму Лукашенко. Вот один из этих вариантов. Вариантов, при котором господин Лукашенко уйдет сам по себе, без применения к нему силового ресурса, либо со стороны своих ближайших, ближайшего окружения, со стороны Кремля, со стороны граждан, я не вижу. Андрей Николаевич, допустим, наступит время, когда, может быть, вы сможете вернуться в Россию и вернуться во власть, чего, я думаю, хотели бы многие. Представим, что вам предложили как очень опытному экономисту должность премьер-министра. Каких первых три решения вы бы приняли для исправления ситуации в нынешней России? Спасибо за предложение, я подумаю о нем, которое вы сделали, но для того, чтобы исправить ситуацию в стране, прямо скажем, поста премьер-министра недостаточно. Проблема сегодняшней России заключается в том, что необходимо менять политическую систему. Без изменения политической системы, без изменения лиц, которые находятся в руководстве нынешней России, изменения во всех остальных областях невозможны. Поэтому для того, чтобы действительно начать процесс реформ, изменений в сегодняшней России, прежде всего, необходимо изменять политическую систему. И эта политическая система должна быть изменена, прежде всего, не только отставкой господина Путина, этого поста, но отставкой корпораций спецслужб с позицией хозяев власти в нынешней России. Вот это первое, самое главное требование к любым реформам, которые могут пойти в любой другой области. Вот это первое. Второе. В политической же области понятно, что для такой страны, как Россия, президентская форма правления, особенно в условиях той конституции, которая даже действовала с 1993 по 2020 год, но которая была ликвидирована Путиным, невозможна. Это конституция авторитарного режима. Для успеха России авторитарный режим непригоден. Соответственно, необходимо менять политическую систему, для этого необходимо менять конституцию и делать конституцию, с моей точки зрения, парламентской республики, для того, чтобы разнообразные интересы, существующие среди граждан страны, разных, и региональной, и национальной, и разных групп населения, могли быть более полно учтены при принятии соответствующих решений. Ну и, наконец, третье, это то, чем в частности занимаемся мы и та группа, какую я координирую в рамках форума «Свободная Россия», который вот уже в течение пяти лет работает. Это группа по разработке транзита, демократического транзита в России. Это разработка правовых оснований создания свободного общества в России. В рамках этой группы с моими коллегами мы разрабатываем основные элементы правовой системы свободной России. Какие-то? Это, прежде всего, то, что мы называем биль о правах российского гражданина. В этом смысле мы стараемся ориентироваться на лучшие образцы, имеющиеся в человеческой истории, на британский биль о правах, на биль о правах Соединенных Штатов Америки, других свободных стран. Второе – это разработка правовых основ деятельности гражданского общества для того, чтобы различные организации обеднения граждан имели возможность формулировать свои требования, пожелания, могли свободно действовать так же, как они действуют в свободной стране. И затем это разработка институтов, государственных институтов свободного общества. Три таких элемента. Блок прав индивидуального гражданина, блок прав для гражданского общества и блок политических институтов свободного общества. Вот с наличием такого блока документов, институтов, принятых российским обществом, представителем российского общества, можно будет продвигаться по реформированию других областей жизни России. Ну и вот тогда, я думаю, вот это, наверное, первые три шага, какие необходимо было бы сделать, независимо от того, кто, когда и при каких условиях, на каких позициях бы оказался. Андрей Николаевич, у нас осталось пару секунд, и у меня очень быстрый вопрос, и хотелось бы ваш быстрый ответ. Возвращаясь в Америку, надежда умирает последней. Стоит ли нам оставаться оптимистами в отношении Дональда Трампа? Что вы имеете в виду оптимистов в отношении Дональда Трампа? Останется ли он на посту президента США? Ваш прогноз? Мой прогноз заключается в том, что свободные страны отличаются от несвободных стран тем, что в свободных странах точно известно правила, по которым избираются лидеры этих государств. Но неизвестно, кто этот лидер будет. А несвободные страны отличаются от свободных тем, что правил жестких там нет, зато точно известно, кто становится лидером этой страны. Я хотел бы, чтобы в Соединенных Штатах сохранились бы жесткие... И мы видим, что в течение последнего времени, в частности, Демократическая партия Соединенных Штатов Америки определила уже, кто должен быть президентом Соединенных Штатов Америки и пытается навязать стране именно это лицо, независимо от того, какие правила по избранию лидера страны существуют. То есть, Демпартия действует в точном соответствии с тем наследием, которое дала Коммунистическая партия Советского Союза и другие тоталитарные силы. Я хотел бы, чтобы независимо от того, у кого какие есть пожелания в Соединенных Штатах Америки, так же, как и в других свободных странах, жесткими и неизменными оставались правила. А лидеры бы оставались неизвестными до того момента, когда проведены все процедуры, как голосование, так и уточнение этого голосования, если это необходимо. И только по полному исчерпанию всех процедур и по завершению всех этапов мы узнавали бы, кто становится лидером свободной страны. Андрей Николаевич, огромное вам спасибо за это интервью. Всего вам самого наилучшего, здоровья и до следующего раза. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго нашим слушателям. Спасибо. Спасибо.